Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России Нина Шацкая. Очень приятно. Здравствуйте! У нас такая история, 500 супов, которые мы рассказываем. О том, какие бывают супы по всему миру. Поэтому мы, конечно, поговорим на все темы. Но отдельно мне бы хотелось получить от вас совет, что приготовить в нашем проекте. Сегодня меня пригласили готовить мое любимое блюдо, которое обычно мои друзья просят. Когда собираются большие компании, особенно за городом, они просят меня приехать. Есть такие 5-литровые, от 5-литров кастрюльки. Я готовлю на большие компании. Но раз уже мы говорим о таком международном супе, можно сказать, я еще варю очень вкусную похлебку из чечевицы, карри. За основу я взяла обычное карри индийское, потому что я очень люблю Индию, люблю карри очень. И у меня есть такая чечевичная история, про которую я расскажу вам меню с ингредиентами. И вы сможете без меня это приготовить. Это очень вкусно. И это такая тема очень хорошая. Вот еще пост не закончился. И мы могли бы, кстати, сегодня сделать такую вещь, чтобы не будить раньше времени аппетит. А вот, кстати, чечевичная похлебка, пост ведь это не последний, будем верить, для каждого из нас. И можно будет очень вкусно есть. Она острая, наверное. Она острая, но не обязательно. Вообще, я люблю острое, но не обязательно делать. А сегодня мы будем делать солянку мясную. Я специально взял острое в кельце. Да, я их очень люблю тоже. Для этого нам потребуется... Для этого потребуется различное мясо. Важно, чтобы было холодного копчения мяса, которое дает вот этот дух копчености. Я правильно подобрал? Да, все абсолютно правильно. И вот эти косточки, которые у нас есть, грудинка, да, это... Это свиные ребра, копченые. Прекрасно. Вот, они дадут нам вот этот главный дух, потому что наша... Все, пошли. Потому что наша... Ну, правильно, конечно. Тут такое... Наша солянка, ее именно особенность в том, что это экспресс-солянка. Потому что обычно, когда я говорю, что на всю мою солянку от начала до конца уходит 40 минут, никто не верит. И даже Андрей Вадимович Макаревич тоже не верил, что из этого что-то может получиться дельное. Но вот именно для этого и нужны эти продукты. Она не дешевая получается. Но зато, если вот надо быстрый друг, вот какие-то дорогие гости, то получается вот все, что здесь с вами подобрано, это идеально. И главный ингредиент нашей сахара. В районных кустах я порезал лук, чтобы это все... А между прочим, он порезан не очень хорошо, потому что надо еще мельче. Еще мельче. Да, он должен быть... Я вообще, ну ничего страшного, мы уже как есть. Я вообще иногда миксером почти, ну не в кашу взбиваю, но в такой прямо... Просто когда он меленько-меленько порублен, то он получается... Представляете, позаботился. Вот, спасибо. Просто когда мелко он очень порублен, то тогда он получается в качестве соуса. Так у нас все-таки получается лук, а когда он вот мелко-мелко-мелко-мелко, то там нет лукового вот этого духа. Он дает просто густоту бульону. Так, а исправить это как-нибудь можно? Ничего страшного. Ну это не... Какой-нибудь такой... Вот, да, вот. Это не принципиально, это... То есть режем лук мелко. Да, очень мелко надо порезать, как можете. Если есть размельчитель какой-то, то... Вот блендером я бы... Или все-таки можно? Я блендером делаю, ну так... Не сильно. Не взбиваем, просто он начинает, когда... Ну вот так нормально, все, вот, оказывается и так можно. Много. Вот в этом блюде лука мало не бывает. Его должно быть много. Сколько здесь лука здесь? А они разные, маленькие, большие. Ну вот, вот прям вот, вот замечательно. Да, под эту кастрюльку как раз правильное количество лука. Так, отлично. Здесь такая бешеная... Да. Вот это вот центральная комфорта, что только нужно вследить. Теперь я обычно кладу, когда лук начинает поджариваться, чтобы его чуть-чуть карамелизировать, чтобы он имел красивый вид, то ложечку сахара, песка. Да, просто чтобы вот, ну может быть, две на такое количество. Сейчас сделаем. И наши огурцы. Давайте начнем резать. Я уже, таких вот, которые я заказывал, соленые крепкие, их почему-то не нашел. Конечно, меленько, меленько режем огурцы. Мы готовили на канале солянку сборную мясную, а я узнал, чтобы мы зарегистрировали и не напали на нас, наши подписчики, нынешнее и будущее. Есть такая солянка домашняя, отличается она немногим от солянки сборной мясной. Она отличается наличием нескольких картошек. Ну вот для меня это, конечно, мы до начала программы поговорили, для меня это такая новость. Ну... Ну такая солянка есть. Я ничего против не имею. Можно еще по вкусу. По вкусу можно с фасоль, но мы этого делать не будем. Мы сейчас подснимем. Как вариацию. Пожалуйста, тоже томатная тема. Свеча. Фасоль тоже в томатном соусе, она тоже как бы сюда идет. Вот я уже говорила, что моя мама, я выросла на Волге, мы отчасти земляки, да, мы волжане, мы выросли оба на Большой реке. А люди, выросшие на Большой реке, можно считать, что, в общем, родственные души. И на выходные мы очень часто с родителями на катере уходили, мы жили на Рыбинском водохранилище, в Рыбинске, мы часто уходили на целые выходные далеко, на острова. И когда продукты уже к концу второго дня заканчивались, мама говорила, давайте сегодня варим сволочь. Сволочь, это когда все продукты, которые остались, сволакиваются в одну кастрюльку и варится такой суп. И сегодня вот у нас такая, может быть, и сволочь, потому что я никогда раньше картошку не добавляла. Давайте попробуем. В солянку, но мы можем сегодня попробовать. Во-первых, если нас отругают, то у нас будет большой реке. Это, отлично, огурец, еще один, но его попозже, мы его запустим в лук, когда уже лук карамелизируется. А пока лук там обретает свое второе рождение в виде жареного лука, мы сейчас начнем резать мясо. Так, я порезал острый перец один. Да, отлично. Но я семечки туда выдачу. Я тоже очень люблю острый перец. Я семечки выдачу, можно поэтому второй. Да. Без семечек. Я только за. Я обычно кладу, я очень люблю привозить из Индии специи, и я привожу острый перец красный, чили. И я так, вот прям, когда лук жарится, и туда красного перца так вбух, и лук такой сразу обретает красивый оттенок. И... Сахар. 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 Где сахар? Сахар, ага. У нас, наверное, чай только пью. Сахар. Так, пока, пока нам, ну, перец уже можно положить, он замечательно придаст луку замечательный, замечательный вкус. У меня в Рыбинске больше десяти лет был филиал. Я, я не знаю, сколько раз я был в Рыбинске, конечно. Я очень люблю Рыбинск. Я его знаю наизусть, мне очень нравится город, потому что он по энергетике такой самый-самый настоящий. А есть такой, да? Невероятный. Он очень добрый. Я приезжал, у нас у меня были в Ярославле, в Москве, в Владимире, в Иваново. Самый лучший Рыбинск. И в Рыбинск я приезжал часто с ночевкой прямо останусь. У меня там и квартира была смета именно для сотрудников. Я очень люблю Рыбинск. Уже сколько я путешествовала, но я сейчас редко там бываю, раз в году я даю концерт в памяти папы. Он был музыкантом, его очень хорошо до сих пор помнят в городе. И существует орхестр имени моего папы в Рыбинске. Очень добрый год. Да, и мэр замечательный. Там же сейчас центральную улицу переделали под старинные вывески. Да, весь район, не улица, вот район весь центральный сделали таким красивым. Так, я добавил сюда. Так, все, это мы ждем пока. Это когда уже поджарится лук, надо будет огурцы туда. Куда у нас можно очистки вот этой хвостики. У меня тут был хвостик. Так, теперь мы начинаем резать мясо. Так, я сахар. Одну столовую ложку, да? Могу я в качестве домашнего? Нет, ну раз уже я сама поучусь. Просто мы сейчас скажем нашим зрителям, что у нас эксперимент сегодня. Потому что я никогда в жизни... Я как раз попробую, что получится. Потому что я никогда в жизни солянку с картошкой не делала. В сталинской книге есть домашняя солянка. Солянка сборная, мясная и домашняя. Так вот, это тот как раз самый вариант. Под соленую воду порежем три больших довольно картошечки. Кубиком таким. Чтобы она быстренько раз и... У меня очень много книг поварских. Начиная там от 1870-х годов. Там очень много разных рецептов, которые я буду воплощать в жизнь. Где берете книжечки? Ой, у меня уже как только узнали, что я делаю 500 супов и что мне нужны книги. Ну, идут они со всего Советского Союза. С ума сойти. Привозили, присылают и почты, и все. Есть книги армянской кухни, по которой мы уже сделали несколько. Есть книги и венгерской. Ну, в общем, очень много. Итальянская кухня, кстати, советского издания почему-то. Так что... А вот, кстати, книжка, из которой мы сейчас взяли картошку в нашу солянку. Мне интересно, ведь вот эта книжка советская парадная, я помню, у моей бабушки была кулинарная такая. Как называемая Сталинская. Да. Там все, там такие были продукты, что на прилавках-то они не встречались у среднестатистического жителя Советского Союза. А вот картошечка, вот эта вот, соляночка с картошечкой, она из этой книжки или она из книжечки попроще? Я не понял, не точно, я могу... Вот мне просто интересно, это для тех, у кого достаток и доступ к продуктам был особенный в распределителях или это все-таки... Я из этой книги Сталинской сделан несколько уже рецептов, и могу точно сказать, что вот те рецепты, которые я делал, они просто уникальны. Мы в этой кастрюльке будем... А, мы в той кастрюльке, да? Здесь отдельно она варится, но мы потом будем соединять здесь. Отлично. А это обжаривается отдельно в сковородке? Она не будет обжариваться, я обычно вот это мясо, там люфт, в той кастрюльке, в которой я потом все делаю. Хорошо. Так. А сюда? В мече или что? Рано. Пусть оно все... А, уже начинает подрумяниться. Да, уже огурцы туда. Так, и оп. Огурцы. Это так здорово было сделано. Да. Я, конечно, не попался там. У меня нет образования. У меня у жены есть образование на 5 лет музыкальной школе. Ну, ого, на каком она училась инструменте? Она на гитаре ее поставила. Ну, это такая редкая история. Да, она 5 лет у нее лучше, можно сказать. Но она ни разу не брала в руки гитару. За время нашей совместной жизни. Это, на самом деле, очень распространенный факт. Когда родители заставляют своих чат, они потом не хотят. Это во всем так. Я смотрел проект «Голос». Да. И вот меня зовут Алексей. Да. Когда... Когда... Я не люблю, когда меня называют Леха. А, Данинка? Да. Это было ужасно. И есть исключения. Очень редкие исключения, когда кто-то очень по-доброму, как-то так по-доброму, ну, не знаю ее. Как? Ну, просто люди же не знают, вот, зрители не знали, что я, Александр Борисович, знаю года с 92-го. А мы смотрим с Ириной. Да. И так он по-доброму это как-то сказал. И я думаю, вот это, ну, вот отношения. Он как-то так... Я знаю, кто это. Да. И создалось впечатление. Во-первых, у меня сразу ком в горло, потому что, когда я услышал романс, я это люблю. Это моя русская душа. Вот это же единственный, если я не ошибаюсь, единственный музыкальный стиль, который исконно прямо русский, правильно? Нет. Ну, вообще, я бы сказала, да. Но почему-то наши вот ученые все говорят, что романс пришел из Испании, что вот эта испанская лирическая песня, вот эта романская языковая культура. Я, конечно, не понимаю, как это произошло, как это могло случиться. Мне кажется, что это совершенно наше российское... Я слышал такое, что... Ну, вот почему-то в теории, есть же теория, да, вот эти лингвисты, они считают, что это так. Все у нас, да, пытаются... Да, да, все отнять, все хотят отнять, да. Не отдадим. Да. Ой, вот вы купили, Алексей, очень хорошее мясо, потому что в нем много сала такого. И вот оно, конечно, даст очень хороший дух и вкус. Вы мне можете помочь. Вот чего-нибудь, вот пожестче. Пока ничего, оно стоит и ждет своей жизни, это теперь в последнюю очередь все будет. Вот. Прям мне помогать. А это можно будет, наверное, такими прям косточками порезать. И уже кинуть. Вот это в картошку уже можно, косточки вот эти вот. Это будет очень красиво, я уверен в этом. Потому что мы это будем так украшать, она будет вытаскиваться из тарелки. Это вот прям можно уже кидать нам в эту, в кастрюльку. Пусть картошка-то на этом духе варится. Это вот самое, самое правильное, что может быть для солянки, да, вот прям. Ну, можно, можно обстругать, можно, или кто-то съест. Я вот очень люблю, когда жарится в сковородке, а варится в кастрюле. Да. Мм, вообще. Я специально такую нашел, даже это отсюда сковородка, я говорю, да, это отсюда, вот такую нашел, чтобы туда прямо вот все сложить. Да. Можно, кстати, это, или это мясо? Это, дело в том, что я объясню, почему я сейчас, почему вот моя вся эта история с супом, почему я все выкладываю в сковородку. Если мы говорим о экспресс вот этой всей истории, я просто покажу, как я обычно это делаю, почему сковородка. Вот пусть оно пока так и будет. Вот. Это можно туда. Потому что мне потом будет понятно, сколько нужно будет воды. У меня же нет бульона, мы же не на бульоне это делаем. И когда нет картошки, то я смотрю, сколько мне нужно для кастрюльки мяса. Для одной кастрюльки. Потому что каждый раз мясо получается разное, то, что под рукой. И сложно, да, на вес определить. Я смотрю вот на глаз все. А какой еще суп из мирового турне можно, путешественник может посоветовать путешественникам? Часто я задумалась. Вообще так интересно разговаривать всегда с людьми, которые путешествуют. Это же невозможно остановиться. А я там был, а я там был, а я там был. Ну я во многих была в местах. Ну я что-то тебе вспомнила. А самые экстремальные места? Конго? Конго, да. Когда я подъезжала из Конго, уже мы подъезжали к границе с ЦАР. Вот в самом ЦАРе, вот этой Центрально-Африканской республики, в которой погибли наши журналисты, и многие значит, вот ее очень, ЦАР боятся. Но мне было страшнее, когда мы из Конго выезжали, и уже там не было ни света, ни электричества. Там дорог просто нет в принципе. И связь все время пропадала, и в каких-то хижинах таких унылых совершенно сидели люди полуголые, безучастно смотрели в объектив. И я понимала, что вот говорят, там людоеды, они людоеды не потому, что у них такая культура, потому что им хочется, наверное, я так порекинула, есть. И когда уже человек голодает до такой степени, что ему все равно, что есть, они могут, конечно, использовать другого человека, как свою добычу. И я допускала мысль, что это может произойти. И мне было страшно. Оттуда я еще, конечно, не добрался. Это какая-то организация? Есть несколько туров, несколько компаний. Ну, считается, что порядка 300 человек в России активно путешествуют вот по таким местам, и многие друг друга знают и ездят. Несколько, на самом деле, агентств, которые постоянно это делают. Я собирался на Тибет съездить. На какой? А, в Тибет? В Тибет? Да, да, прямо туда. В Балхасу и все прочее. Но коронавирус, даже билеты не вернули. А из экстремальных, ну, таких, не то чтобы экстремальных, я бы не назвал это экстремальных, а необычных поездок. У меня была поездка в Косово. Вот там я не была, очень хочется. В Косово надо заезжать из Сербии. В Албанию очень хочу, в Косово. Да, в Косово чем необычно, тем, что она непризнанная республика, и там нет даже связи, и там нет посольства, там нет дипломатов, то есть там нет ничего, что можно. А мы заехали еще на машине с московскими номерами. И что там вас ждало, как вас принимали? Мы как решили? Мы подъехали и спрашиваю я у сердских полицейских на границе. Говорю, нормально, небезопасно, они говорят, нормально. Так вот вы как-то там поговорили, мы проинструктировали нас, и мы проехали. Мы проехали, просто я ездил не просто так, а я ездил в... У нас было трое, мы ездили в паломнические поездки в монастырь. Ну, слушайте, ну, мне кажется, паломническая история, она вообще отличается очень. Ну да, и мы приехали, там Кейфор охраняет этот монастырь, чтобы они его не сожгли. А Косово мусульманская ведь, да? Да, да, да. Ну вот в мусульманских странах я была, в Иране, в Пакистане, не страшно там, там прекрасно. Там не жду в православной церкви, а в Косово столько их сожгли, да. Поэтому охраняют итальянцы, ограниченный контингент, блокпосты и прочее, прочее у нас собрали все. Что нам нужно? Нам сейчас нужно вот подрумянить это все. Вот отдельно, без бульона, без лука. Прям можно в этой... Почему? Вот я обычно, вот я ставлю это все в кастрюльке, и в связи с тем, что мясо жирное, оно дает сок, и чуть-чуть покрывается корочкой. Вот когда это произойдет, собственно... Так, ну сейчас набешенный огонь. Сразу сходят просто. Да. Набирает истребительность. Да. Пора, наверное, лавровый листочек кинуть, и душистый перец, чтобы он дал дух в картошку. Что у нас? Один, два. А, ну а два, он свежий, будет хорошо. И душистый перец. Да. Сколько? Да, хватит. Это мешает. Да, мешает. Тут не подгадит, тут хоть касалось, что я могу. Вот, вот поэтому обычно я... Да, пошел перец, да, это работает. Ну вот же, вот он. Вот он дает сейчас дух. И обычно я вот сюда выкладываю уже легче. Сколько у нас здесь легче? Две, наверное, четырехсот граммов. Давайте, нам половина понадобится. Сюда. Алексей, да. Давайте. Помогайте мне, чтобы я лишнего. Так, ага. Ну вот. Все хватит. Вот. Ну, банку обычно. Теперь вот мешаем. Теперь мы туда же высыпаем каперсы. Теперь мы... Я очень люблю рассол. Немного так капец? Нет. Может побольше? А? Может побольше? Можем побольше. Можем побольше. Так, с рассолом. Поменьше соли. Поменьше соли. Вот. Потому что соли... Я... Ага. Пух, пух. Так, а мы же... Нет. Ну, мы же с лук не солим. Мы ничего не... Лук же очень сильно... Вот. Помешали. Что теперь я делаю? А, вот обязательно. Мы выжимаем лимон. Можно кинуть его, чтобы он немножечко поварился. Потому что он горечь же дает. Нам сильно горечи не надо. Но чтобы чуть-чуть был дух. А мы потом еще добавим. Да. Алексей, теперь вот мы этот лук вот сюда. Ох ты. Здорово. Видите, как мало времени у нас уходит на готовку? Сейчас потише сделаю. Очень хорошая стулька. В принципе, вот. В принципе, наш суп уже готов. Потому что обычно всю эту историю я просто заливаю кипятком. И немножечко кипячу. Ну, до кипения, да, такое, чтобы не разварилось, в кашу все не превратилось. Все, суп готов. Сейчас перемешаем. Да. И выливаем туда картошку нашу. А у нас специальные, так сказать, наморенные кастрюли есть наши. Фирменные. Да. Да. Это-то у нас... Рабочие. Помогают, да, помощницы. А у нас есть специальные, которые вот прямо... Это лон. У нас же это лон. Мы делаем не просто супы, а те супы, которые войдут в большую книгу. А то давно что-то нехороших книг поварских не выходило. Таких, чтобы основательных. Чтобы было 500 супов. А хотите, я вам подкину своего товарища, который фантастический кулинар. Вот он издал книжку свой Игорь Писарский. Вы с Игорем не знакомы? Нет. Игорь вообще пиарщик очень серьезный, крупный. И он потрясающе готовит, и он тоже бизнесмен, это тоже хобби. У него есть книга, вы, может, из его книги что-нибудь приготовите. Мы друг друга поймем. Да. Так, сейчас я попробую тогда эту картошечку. Она специально мелкая. Для того, чтобы... Я думаю, она уже готова. По ГОСТу 20 минут картошка варится. Аль денте. Мы сюда же можем добавить паприку. Обязательно. Я обычно просто паприку добавляю в лук, когда он жарится. Да. Вот так. Туда. Да. Копченая как раз паприку. Да. Запахи умопомрачительные. Три ложки. Четыре чайных ложки. Угу. Вот. И цвет прибавился. Да. И запах прибавился. Все. Просто в обычной солянке делается на основе томата. Томатной пасты и помидоры туда. А здесь отличие рецепта. Ну вот за счет леча. Без вещего за счет леча. Не будет вот этот вот перец сладкий, да и паприка сюда вообще войдет. Я так не люблю в солянках, когда делают вареные сосиски. А я уже положил туда. А, как чё? Нет, это не вареные. Ну вареная сосиска это отсыл к советскому такой, к советской традиции. Она как украшение. А мне она прямо, если честно. Да? А я обязательно. Прямо вот эту всю грудинку, все так раз, наброшиваю. Сосисочки на кастрюльку делаю именно, чтобы вот... Ее надо как-то, если делать, то маскировать. Мне кажется. Это мое. Но она вообще же не нужна. Она именно как декор идет. Ну так туда. Сосиска. Она там с таким-то красотой... Давайте высыпать, Алексей. Все. Какой... Он помощница по хозяйству сейчас работает с Украиной. Я вот это убираю, да? Да. Она... Мы все теперь стали насыпать. Она не говорит, давайте я вам налью супа. Она говорит, давайте суп насыпем. Насыплю супа. И вот это насыпать у меня вот осталось. Так. Сейчас сделаем. И обычно уже, когда все готово, я в кастрюльку кладу прямо целиком кинзу и укроп. Прямо такими пучочками, которые потом можно вынуть, а можно съесть. Это кто как любит. Все. Вот таким образом. Аккуратненько. Ага. Тут все у нас... Вот просто страшно выливать в кастрюльку с водой. Просто она же начнет сейчас... А, вы поварешкой. Конечно. Я-то обычно так быстренько перелить. Нет. Сейчас мы все правильно сделаем. Все по уму у нас. Так. Очаровательные глазки, очаровали вы меня. У вас много жизни, много ласки. У вас много страсти и огня. А, вы увидели мою реакцию, когда я смотрел это вот прямо вот в телевизор. Это просто вообще, я думаю, вы что делаете-то, ну, хорошо повернулся. А так все узнали, все восхищаются. Ну, это, не знаю, мне показалось, что это как-то неестественно, какой-то как будто сбор. Ну, в деле, я ведь думала, что ко мне никто не повернулся, потому что там нет вот этого звука, там загорается лампочка, зрение у меня плохое. И я не увидела, как эта дорожка у Димы загорелась, а повернулся он уже в последнюю секунду, когда уже все кресла развернулись. И я разговаривала с этим высоким жюри, будучи уверенной, что я не прошла. И только когда вот уже Саша сказал, что, ну, тебе нужна молодая кровь, вот с Димой. И только тогда я поняла, что меня взяли. Ну да. Так, ну что, обязательно теперь надо несколько веточек кинзы. Так. Прямо я вот так. Я тоже обрадовался в тот момент, потому что проект надо смотреть, когда есть не просто любители, так сказать, пришли, а уже когда есть люди, которые, ну, ведут этот проект. Ну, вы понимаете, это такой проект, я же вот, мы с вашими помощниками до начала, Алексей, говорили, что вот я научилась принимать жесткую критику и такую недоброжелательную после голоса. Потому что я, конечно, никогда не думала, что я смогу принять, вот читать какой-то ужас, который пишут, спокойно. Есть такая поговорка. Никто не будет бить мертвую собаку. Дело в том, что я в первую же ночь после эфира я села, открыла YouTube, комментарии, волосы у меня на голове зашевелились, и я себе сказала, читай. И это была такая прививка против хейтеров, потому что ничего больнее и хуже уже не было после этого. Когда это делают взрослые, это еще можно как-то понять. Есть такая социальная сеть, в которой дети маленькие такое пишут. Вот у нас есть страничка бренда в социальной сети, там делают девочки. Ну, не будем это запихивать, но известно вот это вот, все там было, все вот эти танцы шматы. И что, маленькие дети? Там дети маленькие пишут, такие гадости пишут. Ну, что из них вырасти? Уже не может вырасти, уже все. Нас подсадила дочка, она не показала, как это все делается, и я, честное слово, я смотрел, ее еле показывал, говорю, ты посмотри, что творится, ты посмотри, что они пишут. Поэтому, ну, видимо, как-то это время такое, не знаю, у нас правильно все. А у нас все готово уже? Да. Ну, оно потому что не должно перекипеть, оно должно как бы вот закипеть, чтобы образовать однородную массу такую. Вот все. Выключить торжественно. Да, ложечку сметанки, 50 грамм водочки, все. Я сегодня захожу в холодильник, а там стоит еще с нашей программой. Ой, как красиво будет. Все, здесь свои соляночки, я картошку не знаю, а вот лимончик буду теперь нарезать вот так. Совсем другое дело. Нам нужно в энциклопедии мировых супов сделать еще одну солянку. У нас есть грибная, есть солянка сборная мясная, есть солянка рыбная. Теперь будет солянка по-домашнему. То есть сборная мясная по-домашнему. Под отдельным номером, иначе как бы галочка-то не поставится. Красиво. Кто пробовать будет, все постятся. Но это на разговение. Надо было чечевичный суп сегодня делать. Нет, нет, нет. Солянку, солянку. Вот это я в следующий раз еще не делаю. У нас еще впереди много выпусков. Я вам Игоря Писарского обязательно порекомендую со своей книгой. Он к вам придет с книгой со своей книгой. И посоветует, может быть, редакцию, которая хорошо выпустит правильную книгу. Да. А то сейчас редакции не найти хорошей. Да, он скажет. Нам все нужно для того, чтобы передать вот это вот. Вот чтобы наши читатели открыли и поняли правильно. Но чтобы книжка продавалась, она должна быть через издательство. Вам нужно вот этот логотип чей-то поставить. А вообще книги делает типография и дизайнер. У меня есть, я сама издавала книгу «Очень красивое путешествие». И вот сейчас они работают над второй. Они просто гений. Хорошо. Все. У нас будут гениальные издатели нашей книги. Вот так вот. Можно и попробовать? Да, нужно. У меня был один случай. Да. Я не успел попробовать. Пока награждался, у нас гость уже тарелку съел. Это совсем недавно было. Так. Ну, это не та солянка, которую мы делали. Мы тоже сборная мясная, но она не та. Хорошо. Она вот отлично, все, даже вопросов нет, это видно. Но она другая, то есть она вот прямо в раз и в стороне. Ну, конечно. На одном и том же уровне прямо вот. Я не скажу, что она прямо, это честно. Но чтобы мне не было... Так это же замечательно. Да. Паприка сюда очень в тему пошла. И перец. То есть она вот, основа у нее... Лук и перец. Да, лук и перец. Ну, лук-то есть и в сборной солянки. Там помидоры. А тут перец. Да, она другая. Попробуйте, пожалуйста, этот замечательный рецепт. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас, секундочку, секундочку. На кто-то рояль. Костромской. Сыр. С ума сойти. На большую дружную компанию. На семью. Все. Это что, мне? Да. Боже мой. У меня муж обожает сыры. Ну, я специально спросил, подберите, пожалуйста, под хороший сыр. Это как раз тот такой. Андрюша, давай сюда. Ой, с ума сойти. Нина, огромное спасибо вам за участие в нашей стране. Алексей, я так тронута. И цветы, и этот сыр потрясающий. Все, чечевичный суп за мной. Субтитры сделал DimaTorzok